как говорил остап бендер голубая мечта моего детства вот так вот покататься на лыжах по воде смотрится как они а за никогда какой-то штука из а это их не лодки класс а ты остановись сходи покатайся там народу немерено отдыхают люди тут же он еще и купаются и тут же рыбку ловят вы превышаете допустимую скорость так чего тут знаки какие-то 70 60 откуда они взялись ну и к Вильнюсу подъезжаем вы превышаете допустимую скорость я знаю что превышаю а чего тут? зачем тут 60? тут Вильнюс через город надо брать вот мы в Вильнюсе столица Литвы здрасте тут прям через весь город идут какие-то ремонты может сейчас проскочим хотя время пол шестого в принципе самый час пик я отъеду не знаю почему но мне почему-то кажется хочется сказать что сегодня выходной день а это наверное таможня да 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 это таможня в Вильнюсе ни разу не был но почему-то я так думаю ой судя по тому что там разные машины стоят да а я где-то вот когда с этой из Бенякони идешь что ты вот тут где-то перед этим ремонтом туда вот уходишь получается южнее граница что Машка заблудилась не волнуйся мы просто по этим едем по ремонту вот они тут все разрыли тут через туннель чей будет все так симпатично выглядеть да эти самые час пик люди с работы едут колейки какие липия то же время что и у нас это уже в польше минус часа у них такое же время как и наша а что за мигалки случилось что-то а вы наверно там все стоит я уже представляю какой там штал на каунас вот один раз ездил это с той стороны мы тогда с москвы пошли в таллин в таллине разгрузились стали на пустыри на каунас из каунаса ну да тут что-то грузит него груза то точно сломался на из каунас на клайпиду из клайпиды потом загрузились тогда на беларусь это после нового года такой рейсик был у вас здесь вот сами видите все стоит а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 где и прохожить наверно нету груза резко грузовикам паркинга это мы тут вот контора какая-то можно было в общем то и стать счет никому не мешаю вот сюда вот сейчас так и сделать удачи с мордой затолкаю 45 минут отстаю потом задом сдам придут выгонят значит уедем уже если честно совсем желудок позвоночнику прилип уже надо потом назад задом сдал и по прямой выехал и все делов то тут сейчас все равно никого нету время 7 часов вечера ну еще тогда приятного нам аппетита полезем сейчас холодильник смотреть что там есть интересного вкусного сегодня у нас будет на обеда ужин гречка все с тем же контрабандным салом жареным есть борщ но борщ мы пока оставим борщ чем стареет тем вкуснее салатик еще там похлебаем поклеваем с литовскую пломбу покажу и цикл литовцы вешают интересную л-329-105 все мы под пломбой не ну с таким весом можно ехать его меня 23 литра расход огонь 23 на 100 это я считаю это много но как-то всю дорогу весит литров на 21 бы выйти было вообще классно сейчас стеклышко помоем пока греется да как раз сейчас тиранем а пошла шкварчеть ужин все ука у нас позади забыл сказать у нас литве дороги платятся посуточно покупаешь виньетку 11 евро стоит на сутки то есть купил пять вечера значит до следующего следующих суток до пяти часов вечера по невеже сто восемь плампетит 208 208 это мне в порт уже вот а это а штраф обошелся в девятнадцать пятьдесят то есть сам штраф пятнадцать евро и четыре пятьдесят банк содрал комиссии представляете оболнеет вот это поборы все по фэншую в следующий раз если будем платить сто пятьдесят заплатим двести пятьдесят сто евро комиссии сдерет шефу говорю надо делать все-все-все говорит заключим договор вот время без десяти восемь ну получается часам к одиннадцати уж даже раньше немножко прирулим порт время московское в Вильнюсе в Литве в Вильнюсе в Литве как и в Москве как и в Беларуси одно время вот сколько тягачей стоит приезжай выбирай каких хотите на вкус и цвет хотите с прицепами просто прицепы бэушек мэри мэри литовцы тоже красавцы уборочная идет по полной вот всю дорогу еду вот уже мне 140 километров до клайпи ты осталась молодцы убирают хлеб пшеницу тут вот и с этой стороны или там так что тут трактор тут уже убрали и вон впереди молодцы работают люди наше солнышко уже за горизонтик сховается приедем и в клайпи да уже в потемках главное чтоб запустили как бы заранее приехал ну я не знаю причин то для не запуска в порт наверное нет брони у меня есть все есть номер брони я думаю запустят чтоб спокойно в порту стоять потому что так а быть где там в клайпиде стоят тоже дело такое молодцы молодцы всю дорогу поля поля но в основном вот пшеница других как-то вот не видно культур может быть где там в глубине там что-нибудь ну вот я допустим только пшеницу видел больше ничего пока ну а здесь он уже вообще все убрано только одни волки остались ну а здесь он уже все убрано а это мы до развески на калининград доехали вот на калининград уходить надо здесь направо и до калининграда отсюда еще 194 километра из них не знаю сколько до границы ни разу не ездил ну и потом на кольце получается налево что так ссорим пацаны ночуют время выходит и куда отзываться ночуют в литве хотя слава идет такая скажем так мягко говоря не очень хорошая ну а нам 105 солнышко уже он совсем еще 10-15 минут и спрячется за горизонт 105 полтора часа и мы должны быть на месте свет включить сейчас все равно тут туда-сюда 5-10 минут 20 уже стемнеет а это база в лантаны справа тоже большая литовская фирма транспортная если я не ошибаюсь сейчас должен быть какой-то большой транспортный пост чуть-чуть не доезжая клайпины там надо еще так он так со стороне и как бы грузовиков туда сводит вроде бы что тут такое вот воспоминание крутится в голове потому что мне осталось ехать с 11 километров по городу туда-сюда по городу к морю мне казалось что этот пост он был до в лантаны его уже сняли просто когда это было ездил до последних раз автобан заканчивается Сейчас уже город начнется. Вон уже клайп засветится. А да, транспорт и контроль. Я же говорю, что есть. Видеться, грузовикам по прямой нельзя. Сейчас надо нам сейчас в карман занырнуть и через карман проехать. Я знаю, что есть. Помню. А там уже не знаю, сведут, не сведут. Сейчас посмотрим. Видите, по прямой грузовикам запрещено. Ну, вроде как нет. Горело бы зелененьким. Вот у меня крестиком перечеркнут у транспорта контроли. Мне бы горело бы зелененьким сюда заехать. Вот где этот контроль проходит. Вот здесь, видите, паркинг большой. Закрыто. С той стороны такая же фигня. Не загнали. Вот тут никого нету, я смотрю. Тут парковка большая. А с той стороны тоже, чтобы сюда, наверное, сюда, на эту сторону сводят. Потому что по той стороне такой пудки нет. Ладно, нет, нет, отлично. Мога больше напарника Андрюху тут обелец. А где-то раз к лапе тут поехал и тут попал тут. Паланга, аэропорт. Не надо. Тут и сам город начался. Готовьтесь через 800 метров въехать на дорогу с другого движения. Балтос, надо ехать. Помню, будем ехать. С левой стороны будет большой-большой магазин. Может быть, это вот это он? Знаешь, что мы у него ходили? Возле порта стояли на заправке. Максимум. Может быть, и сюда. 4 километра. Так, что тут у нас? Трелебург, Карлсхайм, Декиль. Прямо, короче. А, один порт налево. А мы через какой пойдем? Через 100 метров въедьте на дорогу с друговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Не, мы идем через тот порт. Транспорт и регистрация. Используйте второй съезд. Потому что один порт какой-то там налево на Швецию. Нам же на Швецию надо. Пройдите одну цену. Две десятых километра. Ну, не знаю. Вот я еду в тот порт, в котором я был тогда. Чуть-чуть что скажет, не туда приехал, развернусь, поеду обратно. Господи, где лов-то? Готовьтесь через 800 метров въездить на дорогу с друговым движением. Сейчас еще, может, и ту заправку узнаем. Вот прямо буквально вот возле самого порта была. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Так, порт прямо, да? Вот Кииль, Швеция, Карлсхайм. Ну, наверное, мы через него идем. Там будет пересадка. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Хорошо, хорошо. Используем второй съезд. Ну, сейчас в порт направо. Готовьтесь через 750 метров плавно повернуть направо. По-моему, вот тут с левой стороны был магазин большой. Где-то здесь вот какая-то заправка. Может быть, даже вот эта, что справа. А может и нет. Так, тут нам пока мы спрямо. Нет, не это точно. Так, стоп. Здесь только направо с этого ряда. Вот, мать. Нет, что-то тут не то. Короче, ладно. Что нам тут забивать-то голову? Где-то ж стоял тогда. Стоял. Может, все поменялось. Сколько лет-то прошло. Вот он порт. Въезд в порт. Куда сейчас? В следующем повороте поверните направо. Или проложите. Наверное, надо туда вот подъезжать, да? Я вот думаю, может, мне сходить спросить. Пока я здесь вот так вот встану. На следующем повороте поверните направо. Я пойду спрошу, потому что он гиртека стоит. Может, здесь надо ждать въезда в город. Пойдем узнаем. Наверное, этот вопрос. Пойдем узнаем. Да? У меня маршрут. На следующем повороте поверните направо. Подъедет сигнал GPS. Меню. Опция маршрута. Отменить маршрут. Клайпидо, Трелеборг, Травелюнде. Так вот, отсюда Трелеборг не идет. Вот мы когда въезжали. Видел я указатель Трелеборг. И нужно было там на первом кольце уходить влево. Поэтому нам не сюда. А здесь нам Карлсхайм. А это не то. Поэтому поехали обратно. Ну, видите, Клайпидо и Евросоюз указатель. Ну, это если кто с порта сошел, сразу в город попал. Поехали туда. Да. Да. Ну, не знаю. Ну, вот, если я правильно помню. Так, вот сейчас направо к грузовикам можно. Через 100 метров выполните разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя четвертый съезд. Это разворачивает. Вот был указатель вот сюда. Ну, там можно было раньше свернуть, но там грузовом запрещено. Получается, вот отсюда надо ехать. Сейчас посмотрим. И еще полтора часа на все про все есть. Разобраться здесь. Куда нам надо, куда нет. Может, я не в том порту. Может, я вот в этом был именно порту. Ну, как порт-то один. Я имею в виду, там эти как причалы или еще что-нибудь там разные. Я тогда был вот в этом порту. Ой, вот на этот причал мы захотели. Мы потом грузиться ездили. Вот эта заправка. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Вот указатель. Вот видите. Троллиборги. Троллиборг. Швеция направо. Значит, мы пока правильным курсом идем. На следующем повороте поверните направо. Когда первый раз ездишь, так это... Большая заправка. Головы они стоят. И полуприцепы стоят. А может, я на этой заправке буду? Готовьтесь через 800 метров держаться влевее по главной дороге. Ну, нам вот прямо в порт. Может быть и на этой. Знаешь, мы там выехали и сразу же в порт попали. А в порт, наверное, вот туда ходили. Вот за дома. Там был магазин. Там вот этот высотный дом. Там 100% большой гипермаркет. Знаешь, тут на этой стоянке мы стояли. На этой заправке, на этой стоянке. 100%. Потому что я... Такой вот въезд в порт, как там, я не припоминаю. А вот этот вот что-то напоминает такое... Такое слегка знакомое. GoPro? Что-то вот такое... Похожее. Да, здесь дальше ехать. Меня прямо ведет. Украина вот стоит. Это вот они куда все? На Швецию стоят? Ничего не тут стоят. Тут одна Украина. Ага. А мне куда? Налево-направо. Держитесь левее. Затем плавно поверните направо. Такая вот сюда вот встану. И пойдем мы это дело узнавать. Держитесь левее. Потому что я тут еще... Явно, что мне не прямо, потому что прямо... Прямо-прямо-прямо-прямо там автобусы нарисованы. С правой стороны, да я так понимаю. А нет. Вот порт направо. Вон паром нарисован направо на ТТ-лайн. Сейчас мы... Подровняемся и пойдем узнавать. Чтоб не пришлось тут на дороге два дня стоять. Хотя бы на территорию порта, чтобы запустили. Может, Украина тоже тут все они на Швецию стоят? Конечно, не знаю. Пойдем узнаем. В общем, рассказываю. Паром ушел. Ну, это понятно. Здесь вот рядышком здесь таможня. Вариатов немного. Либо стоять здесь на дороге. Два дня перед прямым въездом сюда на паром. И поехать на стоянку. Какую, не знаю. Или проложить. Попробую сейчас вот на эту заправку заехать. Вот там вот, что вот. На которой я, походу, и стоял тогда. Давайте я ее выключу. Она сейчас будет кутахтать тут. Самое смешное, мне времени уже осталось рабочего. 55 минут. Нету тут стоянок. Со стоянками тяжело. Вот попробую сейчас сюда. Я видел, что машины стоят. Тогда я знаю, что мы платили, по-моему, то ли 5 евро, то ли 10 евро в сутки. Тут неважно. Полные баки солярки. Перед границей заправил. 300 километров проехал. Считайте. Тонна 200 с копейками топлива. Вот есть стоянка, вижу. Там вот много машин стоит. Может, там что, огорожено? Сейчас мы этот вопрос тут провентилируем. Вот, блин, не было печали, да? Границу быстро прошел. Не знаешь, куда деть себя. Я-то завтра знаю, куда себя деть. Я в город пойду, так, туда-сюда. Ну и что здесь написано? Трак-дизель. Трак-дизель хорошо. А паркинг трак есть? Короче, сейчас надо под колонку завернуть. Ну и пойти спросить. Ой, беда, ой, беда, ой, беда. Ну, просто.